МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационно-аналитическую программу объектив-итоги в студии Анна Акрамова. О последних событиях в этом выпуске новостей. Коротко о главном. Контроль подрядчика по благоустройству бульвара Кикоина. Ход работ на аллее молодежи. И перспективы развития новоуральского производства и металлоконструкций для строительного сектора. 21 июля Новоуральск с рабочим визитом посетил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов. В инфекционном госпитале на сегодняшний день находятся 198 человек. Все больше пациентов переносят ковид-19 в тяжелой форме. Стоимость электроэнергии. Допуск в город специалистов из других территорий. Сохранение уникальных предприятий. Эти и другие вопросы обсуждались на встрече главы округа Вячеслава Тюменцева с городским предпринимательским сообществом. Мы продолжаем общаться с новоуральцами о проблемах их дворов. Проект «А у нас во дворе». В этот раз на улице Герцена. В Свердловской области активно реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», направленный на благоустройство общественных территорий. Это приоритетное для Среднего Урала направление стоит на контроле у губернатора Евгения Куйвышева. Весной этого года муниципалитеты области голосовали за дизайн проекта будущего года. В Новоуральске победил план реконструкции общественной территории по улице Комсомольской. А ход работ строительных по благоустройству проектов, реализуемых в нашем городе, в 2021 году, 21 июля, совместно с главой НГО Вячеславом Тюменцевым, проверил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Данный фонтан мы в работе видели. Сейчас осталось формально... Воду держит? Да, он держит и воду, форсунки, все работает в штатном режиме, то есть оборудование есть, просто это перед сдачей нужно провести пусконладочные работы. Главное украшение аллеи молодежи – светодинамический фонтан практически готов к эксплуатации. Остальные строительные работы завершены на 90%. И хотя благоустройство этой общественной территории в рамках реализации программы по созданию комфортной городской среды затянулось по ряду причин на три года, к новоуральскому подрядчику ООО «Ремстройсервис» вопросов нет. С одной стороны, это многострадальный. Мы помним, как его в позапрошлом году начинали. Уверен, здесь я могу сразу сказать, что уверен, что в этом году он будет завершен. И действительно, он изменит облик не только вот этого участка, но и всего этого района. Здесь действительно вот и те находки, которые были приняты, те изменения в проект, которые вносились в процессе реализации, действительно приятно его видеть. А вот победитель Всероссийского конкурса лучших проектов «Формирование комфортной городской среды-2020» проект благоустройства бульвара Кикоина вызывает множество нареканий. После реконструкции он, вероятно, станет одним из главных общественных пространств Новоуральска. Концепция учитывает историю города-атомщиков и интересы различных категорий жителей. Здесь можно будет гулять с детьми, заниматься спортом и творчеством. За новую жизнь бульвара Кикоина проголосовало большинство новоуральцев. Но это все в будущем. На масштабную стройку выделены значительные федеральные и региональные средства, но темпы реализации уже значительно отстают от плана. С объемами работ не справляется подрядчик, выигравший торги. Это иногородняя организация «Союз Холод Урал». Объекты этой бульварки Кикоина действительно это проблемно. Не только для города, это и для области, потому что это федеральные гранты, федеральные деньги. Потом сегодня мы совместно с главой провели совещание с подрядчиком. Достаточно жесткое. Могу так сказать, что были поставлены задачи и по увеличению численности на объекте, и по срокам расписали по каждому участку, что к какому времени будет сделано. Могу так сказать, что этот объект мы берем совместно с главой на контроль. Это не первый и не последний мой приезд на Уральск. Мы будем следить за этим объектом. И я могу так сказать, что также тот объект не будет брошен. И совместными усилиями с администрацией мы доведем его до конца, и этот объект будет сделан. Что касается дальнейшего, я уверен, что на Уральске дальше будут принимать участие в федеральной программе «Комфортная городская среда». Не могу гарантировать, что каждый год, у нас 94 муниципалитета, мы каждый год даем от силы половину, но мы проговорили с главой и планируем, что в следующем году администрация подаст заявку на федеральный конкурс малых городов, и будем стараться, чтобы и второй грант еще пришел сюда, в Новый Уральск. Поэтому объект Николай Борисович рассказал, да, действительно хороший объект. Плохо, что мы его затянули на такой период, но тем не менее, сейчас уже окончание работ видно. Я думаю, что получим хороший действительно объект, который будет радовать взгляд наших горожан. Но это будет действительно город, в котором хочется жить. В планах муниципальных властей продолжить благоустройство общественных территорий. Первая на очереди улица Комсомольская. В рамках рабочего визита министр вместе с главой Новорайского городского округа, специалистами комитета по ЖКХ, администрации, представителями горнозаводского округа и общественных движений посетил Новорайский завод металлоконструкций. Предприятие производит опоры, осветительные комплексы, а также малые архитектурные формы для благоустройства, скамейки, заборы и ограждения. Это новое производство, которое поставляет свою продукцию для различных строительных объектов региона и всей страны. В том числе и на бульвар Академика Кихойна в Южном районе. Вообще российский тренд, когда там была вокруг Совдепия, сейчас как бы все хотят видеть нечто современное и красивое. Вот наше предприятие сейчас ориентировано на изготовление как раз таки оборудования, это парковой мебели и осветительного оборудования для таких мест. Мы работаем по всей России. Могу сказать, из таких знаменательных, в прошлом году закончили парк 300-летия от Аганрога. Сдали много изделий, практически весь парк в наших изделиях. В Сочи поставки были тремя очередями. В Уфе много городов, которые Владивосток, Хабаров, нас поставляем и в Казахстан в том числе. Предприятие постепенно наращивает мощности и вводит новые рабочие места. Что касается практики посещения строительных площадок по благоустройству территорий муниципалитетов в рамках формирования комфортной городской среды министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николаем Смирновым, то визиты будут регулярными. Вопрос стоит на контроле у губернатора Евгения Куйвышева. И муниципальные власти, руководители Управления капитального строительства, Дорожно-коммунальной службы, подрядных организаций и других служб несут ответственность за реализацию важных инфраструктурных объектов Новоуральского городского округа. Мария Антонова, Иван Вахмяков. Объектив. Итоги. Прямой диалог руководства города с предпринимателями прошел на минувшей неделе в музейно-выставочном центре. С бизнес-сообществом пообщался глава округа Вячеслав Тюменцев. Что больше всего волнует новоуральских предпринимателей и какие проблемы мешают развитию этой сферы? Узнаете прямо сейчас. Предприниматели – это люди, которые всегда стараются сделать все собственными силами и зачастую не рассчитывают на какую-либо помощь со стороны государства. Но задача власти – оказать всевозможное содействие бизнесу в решении их проблем. Ведь от того, насколько благополучна будет ситуация в этой сфере, зависит и благосостояние новоуральцев, работающих в малом и среднем бизнесе. Для того, чтобы понять, какие проблемы волнуют городских предпринимателей, глава округа встретился с ними в формате открытого прямого диалога. Может быть, есть какие-то вопросы. Давайте будем в диалоге. Начнем этот диалог. Открывайте глаза мне. Будем разговаривать. Первое слово взяла представитель организации «Зеленый мир» Наталья Черепкова. Предприятие занимается озеленением города, имеет богатую коллекцию растений. Конечно, это уникальная организация, которая в результате применения 44-го федерального закона остается без заказов. Причина здесь в недобросовестном отношении сторонних организаций и в нечестной конкуренции. Иногородние подрядчики сильно занижают цены на свои услуги, выигрывают конкурсы, а после этого не выполняют работы должным образом. В этом году зашла другая фирма. Но с конкурсом она не справилась. Даже сейчас это можно констатировать. Качество рассады. На данный момент еще дельфин не посажен. Должен быть город нами он отсаживался к 15 июня. Вот коврик въезда в город они садят только сегодня. Но это плевок в наш город. Я так считаю. Вот чисто политически. С частным вопросом к главе округа обратилась и Лариса Лукоянченко, директор организации «Информпечать». В связи с реконструкцией остановочного комплекса на улице Свердлова планируется убрать с этой территории киоск с печатной продукцией. Мы получили в этом году уведомление о том, что мы должны освободить это место с целью, что там планируется остановочный комплекс, какая-то остановка. Выяснилось, что мы стоим на сетях, хотя этот киоск более 13 лет там стоит, и вроде бы как выделялось, говорилось о том, что там сети тепловые проходят. Вопрос такой, нельзя ли как-то помочь нам остаться на этом месте. Учитывая социальную значимость нашего бизнеса, люди привыкли уже к этому месту. Хорошо мы работаем, и сохранение рабочих мест. Учитывая то, что мы в пандемию и за много лет работы предприятия никогда не закрывали свои киоски и старались как-то сохранить свои рабочие места. Да, такая проблема есть. И от на сетях стоят неправильно. Будем перемещать, не это сразу, но постепенно будем перемещать все равно, и будем убирать. Потому что, к сожалению, иначе порядок не навести. Это будет касаться не только сует печати, будет касаться всех киосков. Планово, постепенно, может быть не сейчас, готовьтесь, дадим вам какое-то время, но тем не менее надо будет находить площадку, куда мы вас переместим. Безусловно, в диалоге звучали не только частные вопросы, но и те темы, которые волнуют многих городских предпринимателей. Это, к примеру, тема «ценные энергоресурсы». Значительное повышение стоимости электроэнергии приводит к удорожанию продукции и ухудшению финансового состояния предприятий. Кроме этого, поднимался вопрос возможности оперативно обеспечивать доступ в город рабочей силой из других территорий. Сегодня документы обороты, проверка поданных документов занимает минимум две недели. Для бизнеса выдерживать такие сроки – значит затягивать работу и, как правило, терять прибыль. Все участники встречи – люди неравнодушные. Занимаясь своим делом, они развивают экономику города, создают рабочие места, а значит помогают каждому новоуральцу чувствовать себя комфортно и уверенно. Виктор Малышев, Иван Вахмяков. Объектив. Итоги. Проект новоуральской вещательной компании «А у нас во дворе» получил большой отклик новоуральцев. После первого сюжета в редакцию поступило большое количество звонков. А в группе новоуральской вещательной компании в социальной сети ВКонтакте горожане оставили десятки комментариев. В этот раз съемочная группа по обращению отправилась на улицу Герцена. Там побывал мой коллега Евгений Таран. Тема создания комфортной городской среды актуальна всегда. Перед началом благоустройства обычно проводится голосование среди местных жителей. Организаторы строительства или реконструкции стараются узнать у горожан, на что стоит обратить внимание в месте их проживания. Пообщаться с нашей съемочной группой выходили разные люди, но все единодушно заявили – предупреждение о начале ремонта не поступало. По информации местных жителей, подобные раскопки проводились на этом же самом месте в 2013 году. Но люди, которые занимаются этими раскопками, вновь утверждают, что сейчас кладутся очень плохие трубы, срок службы которых не более 7 лет, и принято было решение эти раскопки повторить вот через столь непродолжительный промежуток времени. Управление капитального строительства разделяет понятие планового и аварийного ремонта. Улица Герцена историческая, и поломки здесь по разным причинам случаются чаще. Как нам известно, срок службы одной такой тепломагистрали в среднем 25 лет. Почему же тогда их заменяют так скоро? На этот и другие вопросы отвечает руководство управления капитального строительства. Именно в его компетенции взаимодействие с подрядчиком и контроль за выполнением работ. За последнее время на данной теплосети неоднократно были порывы местного характера, которые локализовывались очагово, то есть вскрывалась теплосеть, менялся трубопровод определенной короткой длины, и теплосеть снова, скажем так, приводилась в работу. На сегодняшний момент было определено, что данных ремонтов уже недостаточно, и было принято решение заменить теплосеть целиком на данном участке, от камеры до камеры. Сделать жизнь горожан комфортнее и безопаснее – вот задачи всех муниципальных служб. Но уют складывается из мелочей, которым стоит уделять внимание. Жители близлежащих домов помнят, как их родители высаживали во дворе цветы и все вместе следили за порядком придомовых территорий. Около 20 лет назад тут была высажена хрупкая вишня, сильно пострадавшая в результате раскопок. Местные старожилы уверяют, что вся красота этого дворика создавалась их руками для будущих поколений. Но кажется, что детям тут не осталось ни ягод, ни игровой площадки. Все раскопки проводятся в сторону детской площадки. И, как вы видите, полное ее отсутствие, что вся земля сваливается на непосредственно детскую площадку, на качели. Дети не могут качаться ни там, ни там. Единственное в доступе у детей осталось – это песочница и горка. Мы будем вынуждены увеличить ограждение строительной площадки как раз до выхода за зону отсыпки грунта. То есть это дополнительно нам придется отнять от полутора до двух метров. Взрослые люди готовы все стерпеть. Однако нет предела их переживанию за безопасность детей. Ведь часть их некогда игровой площадки теперь попадает скорее под категорию рабочей зоны. Здесь лежащие на земле доски и упавшие с отвала камни. Момент первый – это затрудненный подъезд, как раз самосвала для вывозки автомобилей, для вывозки этого грунта. Первый момент. И второй момент – экономия бюджетных средств, потому что данный ремонт производится за счет местного бюджета. То есть выемка грунта проводилась на бровку траншеи. Ремонт теплосети для целого района – дело не одного месяца. Согласно паспорту объекта, работы закончатся в сентябре, но большую часть труб починят к концу августа и яму обещают засыпать землей. Местных жителей может успокоить только уверенность в продолжении ремонтных работ. Чем дольше участок остается в таком состоянии, тем выше шанс несчастного случая. Дело касается не только детского травматизма, но и постепенной эрозии почвы под асфальтом. Одна незамеченная яма и край может осыпаться, а водители машины пострадать. На паспорте объекта написаны сроки. Да, ровно день в день начались раскопки от 18-го дома. Все раскопки были произведены буквально за полторы недели, буквально за 7-8 рабочих дней. И с тех пор абсолютная тишина. Вы вот видите, никто не приезжал, будка закрыта, даже в обеденный перерыв их там нет. Ну, никакие работы не ведутся вот уже 2 недели практически. Подряд на организации дополнительно будут вывешены баннеры, то есть для того, чтобы родители не забывали, что рядом с ними находится строительная площадка. И для того, чтобы они, ну, на этот непродолжительный период времени работы закончатся у нас к 25 августа, должны внимательнее относиться к своим детям, которых они на прогулку выпускают в пределах своего двора. При столь масштабных работах всегда возникает множество трудных вопросов. Местным жителям, особо радеющим за сохранность цветущих посадок, стоит обратить внимание на закон об охране зон залегания теплосетей. Этой зоной считается пространство на 3 метра в обе стороны от залегания труб. И здесь запрещены частные постройки и тем более высадки крупных деревьев, корневая система которых постепенно деформирует тепломагистраль и мешает ее ремонту спустя десятки лет. Знать и изучать свои права, выполнять и помогать, выполнять свои обязанности, соответственно реагировать на их нарушения и не проходить мимо проблем. Вот простые принципы цивилизованного общества. Евгений Таран, Иван Вахмяков. Объектив. Итоги. Добрые проекты ОХК. Как стало известно, на комбинате прошло распределение грантов на социальные городские проекты. Среди грантополучателей – учреждения культуры, образования, спорта, общественные организации. О приоритетах социальной политики градообразующего предприятия узнаем далее. Ежегодный конкурс грантов Уральского электрохимического комбината завершен. Такой конкурс – важная составляющая в социальной политике предприятия. Всю свою историю комбинат всегда поддерживал важные с точки зрения развития города проекты. О формате грантов такая поддержка осуществляется в течение последних 10 лет. В этом году гранты получили 33 городских проекта. На сегодня 33 проекта, которые мы отобрали, понятно, что они из разных сфер деятельности, из культуры, из науки, из искусства. Ну и производственные проекты, понятное дело, даже из спорта. Вот поэтому наша поддержка направлена на то, чтобы развивать все-таки наших горожан, развивать наше общество. И чтобы это было направлено на развитие нашего любимого города, города Науральский. Поэтому я с удовольствием хочу всех поблагодарить, кто принял это участие. Пожелаю всем. Всего самого хорошего. Участвуйте в наших конкурсах, в нашей грантовой поддержке. Мы всегда рады вас видеть. Ну а теперь расскажем о некоторых проектах, грантово поддержанных комбинатом. Первый – это постановка нового спектакля «Променада» под названием «Навуральск открытие». Уникальные исторические факты, о которых мало кто знает, даже сами работники предприятия. Цифры, которые никто и никогда еще не озвучивал. Напомню, опыт спектакля «Променада» у театра уже есть. Постановка «Созидатели» вызвала немало интерес публики и удачно вписалась в репертуар. Второй опыт уже будет связан не столько с историей города нашего, а с комбинатом. Непосредственно с нашим уральским литрохимическим комбинатом. Что очень много интересных есть фактов про завод наш, про предприятия, которые на нем работают, про которые очень часто многие не догадываются или каким-то образом не придают этого значения. А на самом деле это очень важно, это классно, что у нас это есть. Этим гордиться надо, об этом надо говорить, рассказывать и говорить на современном языке. Спектакль «Променад» – это такая вещь, которая как раз пытается какими-то современными способами говорить, казалось бы, об обыденных каких-то наших вещах, которые нас окружают. Но очень многие об этом не знают, не придают этого значения. Вот уже достаточно, ну скажем так, продолжительное время работы идет. Мы с уральским литрохимическим комбинатом начали прорабатывать тему, наверное, еще полгода назад. Променад говорит об этом. Очень хорошо, что проект, который мы вот заявили, уральский литрохимический комбинат поддержал, и он победил в конкурсе грантов, и в том числе на средства уральского литрохимического комбината мы это будем делать. Постановочная команда спектакля из Екатеринбурга. «Променад» будет проходить в заводском сквере о том, что у первой проходной. Это будут несколько знаковых интерактивных точек, каждая из которых будет посвящена разным периодам истории УХК. Премьера спектакля «Променада» планируется на сентябрь, к юбилею топливной компании «ТВЭЛ». Еще один выигранный грант – организация музея ледовых видов спорта в концертно-спортивном комплексе. Надо отметить, что музей спорта был образован в КСК еще в 2016 году. Это были стеклянные витрины с кубками и настенная экспозиция. О победах и достижениях наших спортсменов нужно говорить ярко и нужно говорить громко. Поэтому мы приняли решение видоизменить и использовать более современные способы информирования наших посетителей. Это будут витрины, те же самые витрины с кубками, но мы их выставим в фойе КСК. И между этими витринами мы поставим так называемый сенсорный киоск, на котором и будет размещена вся информация о спортсменах. Фотографии, описание мероприятий, может быть даже видео, если мы сможем найти что-то. И для этого мы обратились на Уральский электрохимический комбинат о грантовой поддержке, с просьбой о грантовой поддержке. Спасибо ОХК, пошли навстречу, они поняли, что это необходимо. Мы смогли убедить, что это необходимо, наша команда. И в конечном итоге нам выделены средства на приобретение вот этого вот сенсорного киоска. Сейчас ведутся работы по закупке сенсорного киоска, а также работа по созданию контента для него. Открытие музея спорта планируется также на сентябрь. Это только малая часть грантополучателей, которых поддержал комбинат. Напомню, всего 33 проекта получили финансирование в этом году. Инновационные социальные проекты, которые участвуют в развитии города, делают его комфортнее, интереснее горожанам, всегда требуют значительных финансовых вливаний. Грантовая поддержка таких проектов уральским электрохимическим является своего рода катализатором реализации для них. Поэтому такую помощь трудно переоценить. Альбина Бабкова, Иван Вахмяков, Объектив. Итоги. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Объектив. Итоги». И мы продолжаем коротко о главных темах второй части нашего выпуска. Современные подстанции и новые сети. Установка интеллектуальных систем учета электроэнергии и вручения ангелов надежды сотрудникам, которые в период пандемии проявили самоотверженную гражданскую позицию. В минувшее воскресенье новоуральские электрические сети отметили свой день рождения. Подвели итоги работы и рассказали о перспективах на этот год. Благодарственные письма к профессиональному празднику и митинг у Вечного огня. В Новоуральске в минувшие выходные отметили День работника торговли и День военно-морского флота. Об этом и другом далее. А сейчас о статистике по коронавирусной инфекции. За последние сутки в России выявлено 23 239 случаев COVID-19 в 84 регионах. В том числе в Свердловской области 494 случаев коронавируса. А в Новоуральске за выходные 24-25 июля число граждан с подтвержденным диагнозом COVID-19 65 человек. 62 новоуральца снято с наблюдения. Выписан с выздоровлением 31 горожанин. В настоящее время в стационаре инфекционного отделения находятся 198 взрослых. Детей нет. Число граждан, причина смерти которых от коронавирусной инфекции, подтверждена 4. Городские электрические сети обеспечивают электроэнергией жителей предприятия нашего города и поселка Мурзинка. 25 июля работники организации отметили день рождения компании. В 2021 году ресурсоснабжающему предприятию исполнилось 72 года. О том, какие задачи по обеспечению энергетической безопасности округа выполняют новоуральские электрические сети, нашей съемочной группе рассказали директор Юрий Сергеенко и исполняющий обязанности главного инженера Игорь Барышев. Независимо от времени года, погодных условий или ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, электроэнергией должны быть обеспечены жителям и организациям. Свет должен быть в домах, на предприятиях и на улицах. Эту задачу решают уже 72 года новоуральские электрические сети. В 2020 году случилось то, чего никто не ожидал. С апреля месяца предприятие находится на особом режиме работы. С учетом неблагоприятного развития ситуации в связи с распространением коронавируса. Но основные задачи и функции с предприятия, естественно, никто не снимал. Завершена была в 2020 году работа по модернизации реконструкции подстанции и линии электроснабжения в Зеленом поселке. Это тот участок, который у нас вызывал достаточное количество вопросов с точки зрения технологических нарушений. Также была завершена большая работа по фактически новому строительству 9-километровой линии в районе Стрельбища от подстанции Бунарская до Садов-Автозаводец. Нашей съемочной группе показали новую подстанцию, оборудование и 9 километров сетей, ведущих в садоводческие товарищества и к одному из крупных потребителей электроэнергии. Мы сейчас с вами находимся в блочном комплекте трансматорной подстанции, дисплейское именование ТП-150, которое расположено в зеленом поселке нашего города. Это одна из двух вновь и тренинг конструированных подстанций в этом поселке. Реконструкция была связана именно с тем, что идет процесс строительства собственниками индивидуальных жилых домов. Нагрузки реально возрастают. О чем особенность новых подстанций, что оборудование уже идет современное, оно более компактное. Вот мы сейчас видим перед вами высоковольтную часть этого оборудования. Современные коммутационные аппараты, которые мы с вами видим, позволяют одним приводом одновременно отключать три фазы потребителей. Современные коммутационные аппараты, которые поверяют породом ручки, то есть быстрое действие повышено. Развителю гарантируют долгий срок службы этого оборудования. Для нас это выгодно. В среднем 25-30 лет. Кроме подстанции установили взамен подземных коммуникаций воздушные линии электропередач. Собжение данной подстанции было планы кабельной линией. Поскольку очень стесненная застройка в самом поселке, и производить раскопку кабельных трасс неудобно, и в земле много коммуникаций сторонних организаций, это водоканал, тепло. Мы перешли к решению, установили воздушную линию ВЛЗ, которая нам позволила занять свое место на территории поселка, и как бы не стесняя людей. То есть это привело к компактности. У вас отдельные коммуникации? Отдельная коммуникация. Кабельная линия, которая была в земле, она оказалась на сегодняшний день в огородах у собственников. Но вот такой факт случился, поэтому мы перешли в воздушную линию, которая теперь на территории общегородской находится. Также в 2020 году на уральские городские электрические сети подключили крупное промышленное предприятие Невьянский прииск. Для этого выполнили сложное присоединение к существующей подстанции Бунарская, которая относится к Нижне-Тагильским электросетям и провели современные высоковольтные линии. В настоящий момент это у нас самая мощная высоковольтная линия ВЛЗ, 6 киловольт из существующих у нас. Но она позволила обеспечить нагрузку нашему потребителю в полном объеме. То есть перспективы сегодняшнего дня, перспективы его развития обеспечены полностью. В том числе улучшено лесобжение наших жителей, которые владеют садовым участками автозаводец 1, 2, 3, «Весячий камень» и прочие потребители. Цифровизация – одно из направлений, которые активно занимаются предприятия. В частности, идет установка интеллектуальных систем учета электроэнергии в рамках региональной инвестиционной программы. Пресловутый 522-й федеральный закон обязует сетевые компании сейчас такие автоматизированные системы создавать. И предприятие заблаговременно начало эту работу. Инвестиционная программа создана с помощью правительства Свердловской области. Подразумевает вложение около 40 миллионов рублей в течение пяти лет. Первый этап на 8 миллионов с устройством приборов учета около 350 абонентов было выполнено успешно. Работы были сданы 31 декабря в 2020 году. Сейчас мы через неделю будем выбирать поставщика для производства второго этапа. И еще порядка 400 абонентов – это остатки поселка Мурзинка и зеленый поселок города Новоуральска – они будут обеспечены этим учетом. Съемочная группа Новоуральской обещательной компании побывала в Мурзинке, где уже работают умные счетчики. Они позволяют собственникам домов контролировать свое фактическое потребление, а электросетям дистанционно видеть всю статистику потребления электроэнергии и пресекать несанкционированные подключения, а также отключать должников. Потребитель имеет у себя пульт, по которому видит в настоящий момент, сколько он потребляет, какая у него нагрузочка, видит показания по прибору учета, связанные с током, с напряжением. То же самое видит сетевая организация. Сидящий сотрудник за компьютером непосредственно сетевой организацией может открыть любой момент, открыть и видеть факт потребления, какая нагрузка. Можем контролировать качество нашей электроэнергии. О дальнейших перспективных планах по подключению потребителей и развитию предприятия рассказал директор Юрий Сергеенко. Сегодня из нововведений в обществе это дистанционный формат работы с помощью личного кабинета. Данные программы все запущены и работают. Более того, успешно используются как нами, так и потребителями. Кроме того, что мы обрабатываем сейчас большое количество заявок на технологическое присоединение. Их у нас уже порядка 150 с учетом первого полугодия. Говорим о том, что мы реализовываем и план развития предприятия в 2021 году. Как я сказал уже ранее, это и второй этап инвестиционной программы. Это реконструкция отдельного участка электрохозяйства в районе ТРЦ Елена. Там будет установлена новая подстанция двухблочная. Это повысит надежность в этом узле и качество предоставляемых услуг. Ну и в целом понимаем, что тот темп в ремонтных работах, испытаниях мы поддерживаем точно так же и не снижаем объемы. В минувшее воскресенье на Уральске энергетики отметили профессиональный праздник – день рождения предприятия «Городские электрические сети». В честь праздника дирекция подготовила совместно с некоммерческой организацией «Благое дело», памятные подарки, благодарственные письма и ангелов надежды. Совместно с некоммерческой организацией «Благое дело» мы выполнили небольшой проект. Есть у них в качестве продукции так называемые «Ангелы надежды». Это очень красивые фигурки ручной работы. И определили 20 человек, которых 25 июля от всей души и с огромным уважением поздравим с днем рождения предприятия и вручим наше спасибо. Слова «спасибо» за труд и праздничные поздравления в день рождения на Уральских городских электрических сетей прозвучали в адрес каждого сотрудника. Я с огромным удовольствием, с огромным уважением поздравляю весь наш дружный коллектив с замечательным летним профессиональным праздником – днем рождения нашего предприятия. Желаю вам счастья, любви и здоровья. Спасибо. Мария Антонова, Дмитрий Дедюхин. Объектив. Итоги. В последнюю субботу июля отмечался День работников торговли. В честь этого события в администрации округа состоялось торжественное вручение благодарственных писем. Работников сферы торговли и общественного питания наградили за личный вклад в развитие отрасли. За высокое качество оказываемых услуг населению и в связи с профессиональным праздником. Вы выполняете важнейшую, достаточную задачу – это обеспечение наших жителей торговли и питания. Это вам первые необходимости. Это вам огромная, огромная благодарность. От вас зависит и от вашего трудолюбия, и здоровья наших жителей, и хорошего настроения. Без вас невозможно комфортное проживание в нашем городе. Поэтому я поздравляю вас праздником, здоровья вам, всего-всего самого лучшего. В Новоуральске ветераны сферы торговли – это выходцы из управления рабочего снабжения, настоящие профессионалы своего дела, которые передали свои навыки и опыт молодому поколению. Сегодня в отрасли трудится более 8 тысяч человек. На церемонии вручения благодарственных писем собравшихся приветствовал и Валерий Юн. Он хорошо знаком каждому, кто был в зале. Валерий Сергеевич в свое время 19 лет был руководителем управления торговли администрацией. От имени ветеранов, бывших торговых работников, я с ними встречаюсь и разговариваю. Многие болеют сегодня, но дают право говорить о том, что поколение, которое растет, поколение, которое делает сегодня бизнес, я думаю, это будет дальнейшее развитие. Деятельность в сфере торговли и общественного питания непрерывна. Каждый день люди ходят в магазины или посещают заведения питания. А в праздничные дни, когда у большинства выходные, работники отрасли трудятся в усиленном ритме. Торжественные даты они встречают на передовой. Необычное чувство, потому что все праздники у нас сопряжены с повышенным ритмом работы. Это всегда Новый год, это всегда 8 марта, это Дни города и так далее. Поэтому любой праздник для нас работа, работа, работа в ускоренном ритме, в ускоренном темпе, в объеме. Всем коллегам мы уже второй год желаем прежде всего здоровья. И все-таки, чтобы не было в нашем мире, в нашей жизни никаких локдаунов, чтобы жизнь текла так же спокойно и хорошо, как это было раньше. Среди награжденных благодарственным письмом и Олеся Никульча. В администрации она бывает нечасто, поэтому торжественные мероприятия вызывают легкое волнение. Ей привычнее на своем рабочем месте, в пекарне. Каждый день здесь она радует новоуральцев своими кулинарными шедеврами. Мы каждый год его прямо ждем, встречаем. У нас уже это как традиции какие-то сложившиеся. Встречаемся со своими бывшими коллегами и новыми коллегами. Мы рады служить людям. Они к нам приходят, они что-то ждут от нас новенького. И мы пытаемся их постоянно чем-то новеньким радовать. Мы очень любим свою работу. Торговля – одна из самых важных сфер общественной деятельности. Каждый из нас сталкивается с ней ежедневно. Работать для людей – вот основной постулат тех, кто занят в этой отрасли. Помимо профессионализма от работников торговли, мы ждем доброго отношения. Ведь сотрудники этой сферы создают нам, покупателям и потребителям услуг, настроение. В эти выходные отмечался еще один праздник – День военно-морского флота. Он всегда был и остается символом сильного российского государства. Одной из основ его оборонной мощи. Тысячи наших земляков служили, служат и будут нести достойную службу в составе военно-морского флота России. День ВМФ считается профессиональным праздником военных моряков и офицеров. Но его дружно отмечает вся страна. В этом году российскому флоту исполнилось 325 лет. Это событие напрямую связано с именем Петра I и указом Боярской думы 1696 года – «Морским судам быть», который инициировал создание регулярного военного флота. Новоуральский союз моряков в последнее воскресенье июля организовал возложение цветов к вечному огню в память о тех, кто остался с моря навсегда. Здравствуйте, товарищи матросы, старшины, офицеры! Здравия желаю, товарищи страны третьего рана! Поздравляю вас с днем военно-морского флота России! Ура! 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 Неомываемо тринадцатью морями и тремя океанами. Это более четырех тысяч километров береговой границы и необъятные водные просторы. Защита границ государства – благородное и достойное дело. Так считал и Петр I, поручив в 1696 году Боярской думе создать первое постановление о флоте под названием «Морским судам быть». Далее, для поднятия престижа воинской службы на море 25 июля 1939 года, по предложению великого советского флотоводца Николая Кузнецова, сделали профессиональным праздником – Днем морского флота России. Празднование проходит по всей России, и Новоуральск не стал исключением. У нас в городе давно и очень успешно работает кают-компания «Союз моряков-подводников». Именно они уважают наши традиции, чтут историю военно-морского флота России, нашей великой страны, и передают ее подрастающему поколению. Есть хорошие традиции, мы ее соблюдаем. Эта традиция уже много-много лет у нас в городе, как бы, она честуется. Это праздник Дня военно-морского флота. С праздником вас! Вот пожелание одно – здоровья на фоне того, что происходит. Ну и самое главное – мирного неба, и всего самого-самого хорошего вам и вашим семьям. С праздником! Такие мероприятия – повод собраться со старыми сослуживцами и поделиться воспоминаниями о самой романтичной службе, которая только может выпасть на долю русского солдата. До 1996 года срок срочной службы в ВМФ составлял три года, но после реформы 2007-го этот срок сократился до стандартного для всех подразделений одного года. Старшины и офицеры, пришедшие на праздник, уверяют – этот момент жизни навсегда изменил судьбы каждого. Расскажите, пожалуйста, может быть, есть вот какая-то награда памятная, которая для вас очень много значит? Да, памятная награда какая только, жетон за отленщик ВМФ, все. Это которая? Это вот. В поход я не ходил, я числился только на корабле, а так был водителем, возил контр-адмирала. Мы стояли около залива Укольского, там наша база стояла. Ну и когда вот праздники, вот день ВМФ, на рейде стояли корабли, лодки, это очень, конечно, хорошо. Служил я на Северном флоте, в Нижнем Русте, и там как раз нам посчастливилось стоять в отцеплении, когда открывали памятник солдату, который смотрит на залив. Я служил на Северном флоте, в городе Мурманск, на авианесущем крейсере Киеве, ВЧ-5. Романтика. Ну, романтика, она всегда есть романтика. Всю жизнь так и было. Это сильные люди. На море служат только сильные, потому что там плечо друга. Если товарища нету рядом, ты не сможешь. Три года рыбгород Вилючинск, если слышали. Сейчас это одна из самых главных баз на океанском флоте. После этого настолько затянул Север, что пришлось и поработать там очень долгое время. Порядка 30 лет на Камчатке. И за это время на судоремонтном заводе, по ремонту этих самых подводных лодок всех поколений на тот период. Огромный багаж знаний, конечно. За это время учеба, институт и так далее, и так далее. Много должностей. То есть можно сказать, что море изменило вашу жизнь? Оно просто определило дальнейшую всю жизнь. И она так и сложилась. И вот единственное, что под занавес, как говорится, решил вернуться домой. Вместе с председателем Союза моряков Новоуральска мы вспомнили историю формирования объединения и рассудили о патриотическом воспитании подрастающего поколения. Объединение было создано моряками-подводниками, офицерами-подводниками, которые прошли воинскую службу на подводных лодках. И вернувшись после окончания службы в город Новоуральск, они создали кают-компанию моряков-подводников. Это было чисто офицеры. Офицеры начали туда вливаться срочники, кто служил срочно, моряки-подводники. В нашем городе их в тот момент было достаточно. Принято было решение создать союз моряков города Новоуральска. Нас стали мало приглашать в школы. Раньше приглашали на классные часы и так далее. А сейчас меньше стали, потому что поменялась эта образовательная система в школе. Наш город далек от моря, но в памяти людей должны остаться подвиги, совершенные на морских просторах нашими земляками. Как знать, может в скором времени школы станут чаще приглашать ветеранов военно-морского флота, чтобы рассказать о службе, и появятся новые кружки и секции, где любовь к морю будет расти так же, как и любовь к отчизне. Евгений Таран, Иван Вахмяков, Объектив. Итоги. Лето – время активных строительных работ. В городе идет благоустройство общественных и дворовых территорий. Один из многолетних поставщиков стройматериалов – Новоуральский Дедогор. Ассортимент производимой продукции – от классической брусчатки и тротуарной плитки различных форм и цветов до покрытия для экологических автопарковок. Тему продолжит Мария Антонова. 27 лет на рынке строительных материалов. Собственное производство с современным европейским оборудованием. Инновационная и уникальная для Урала технология окрашивания тротуарной плитки. Продукция Новоуральской компании «Дедогор» используется в дорожном строительстве, благоустройстве территорий, домостроении и декорировании ландшафта. Предприятие учредили совместным решением руководства Уральского электроэлектроэнергического комбината и администрации города в 1993 году. Цель создания – построить новое высокотехнологичное производство в стройиндустрии в городе. Даже в сложный экономический для страны период новоуральское производство ставило приоритетом качества, производимые под своим брендом продукцией. Выбран был поставщик европейского оборудования, то есть новая технология совершенно, позволяла получать изделия, выпускать высокого качества, ну и долговечности, и в том числе и яркие очень, что немаловажно для создания настроения жителей нашего города, ну и области. Ассортимент от классической брусчатки, тротуарной плитки различных форм и широкой цветовой палитры до современных шестигранников и плитки для экологических автопарковок. Из плитки «Эко-Х» выложили специальную площадку рядом со складом готовой продукции, по которой постоянно двигается транспорт. Таким образом изделие проходит дополнительную проверку на прочность. Это экологический элемент «Эко-Х». Как раз он предназначен для создания парковок с экологической направленностью. Мы его здесь можем продемонстрировать. И в условиях нашего предприятия мы производим испытания, потому что здесь постоянно идет движение грузовой техники. То есть мы испытываем на прочность данный элемент. Что касается других изделий, «Эдидогор» – надежный производитель тротуарных и дорожных бордюрных камней, которые широко используются в программах благоустройства нашего муниципалитета и в ремонтных и строительных работах на объектах по всей Свердловской области и за ее пределами. Традиционно летом спрос на эти изделия особенно высокий. Поэтому для своевременного производства и отгрузки бордюрных камней подрядные организации сообщают о заказах загодя. Что касается технологии, на «Эдогоре» не используют арматуру – опасные железные элементы, об которые высокий риск запнуться или повредить автотранспорт, а значит продукция более безопасная. Ширина бордюрного камня 15-18 сантиметров в зависимости от предназначения. «Это тротуарный бордюр, который широко используется при благоустройстве. Тротуары где-то, пешеходные зоны. Что хочется сказать? Нашей мощности абсолютно достаточно для обеспечения потребностей всех подрядчиков в городе. Единственное, что от них требуется – вовремя сделать заявку. Что еще необходимо ответить? На рынке появляется очень много подделок, бывает недостроенное качество, поэтому мы защищаем свой бренд и вот мы ставим такую маркировку букву «Д». В настоящее время «Дедогор» выполняет масштабные проекты в Свердловской области и за ее пределами. В городе качество продукции можно оценить на бульварах и аллеях, в скверах и во дворах. Это площадки у «Мефейки» на центре «Неева», бульварки «Коин», аллеи молодежи и многое другое. Продукция новоуральского производителя украшает и северные города региона, и знаковые места столицы Среднего Урала. Мы сотрудничаем традиционно со многими подрядчиками, как в области, так и за ее пределами. У нас есть очень большой опыт по благоустройству как социальных, исторических, спортивных объектов. Я могу назвать, например, кинотеатр «Космос» в городе Екатеринбург, благоустройство плиткой – наша работа. Храм Большого Златоуста в Екатеринбурге – тоже это мы поставляли. И спортивных объектов – это крытый стадион «Урал» на Уралмаши – также мы поставляли. Ну, интересный объект еще несколько лет назад был – это физкультурно-оздоровительный комплекс «Президентский» в Нижнем Тагиле. То есть сам президент принимал участие в открытии этого комплекса. Продукция компании «Дедогор» соответствует ГОСТ, а по некоторым показателям даже превосходит его. Фактически срок службы плитки измеряется десятилетиями. На производстве компании есть отдел контроля качества. Немаловажным является тот факт, что производитель обеспечивает рабочими местами горожан, а также является звеном в межмуниципальной и межрегиональной кооперации предприятий. А это значит, «Дедогор» пополняет бюджет города и развивает экономику округа. Предприятие у нас достаточно компактное, то есть занято в производстве порядка 30 человек в сезон. На самом деле мы стараемся работать круглый год, насколько позволяет, ну, трудности с погодой, потому что материалы надо отогревать, производить бетон и так далее. Но мы стараемся работать круглый год, не останавливаться, чтобы пополнять складские запасы, готовиться к сезону. Но то, что у нас на предприятии 30 человек, на самом деле, если учесть всех тех смежников, которые участвуют в этом процессе, то это, наверное, не одна сотка будет. И предприятие, понимаете ли, потому что есть поставщики материалов, есть те, кто увозит продукции от нас, ну, или транспортников. А возим мы, бывает, и далеко, и на северах. То есть, поэтому, я считаю, тут много задействовано людей. Отметено, что Дедогор – активный участник благотворительных проектов. С открытым сердцем руководитель откликается на просьбу о помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. В частности, генеральный директор Александр Голдобин является членом правления организации многодетных семей «Много нас. Новоуральск». А в современных реалиях эпидемиологической ситуации в мире социально ответственный бизнес принимает дополнительные меры «Профилактики распространения коронавируса». В настоящее время есть некоторая беспокоенность в связи с ростом коронавирусной инфекции. То есть, мы приняли решение провести диагностику всех работников на наличие антител, чтобы уже каждый мог определиться, стоит ли ему прививаться. Всю информацию о продукции, акции и скидках можно узнать на сайте «Дедагор.ру», по телефону 2-50-45 или по горячей линии 8-800-2222-143. Мария Антонова, Дмитрий Дедюхин. Объектив. Итоги. Завтра в 19.30 на канале ОТВ смотрите программу «Грани» о системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. С 2021 года такая система действует во всех регионах Российской Федерации. А в 20.00 вашему вниманию выпуск новостей «Объектив». На этом все. Удачного старта рабочей недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова